Ммм, в общем, такое дело. Всем привет. Сейчас 6 утра. Я возвращаюсь домой. Вот это мой автобус, он к которому я поеду. Очень круто всё получается. Вот это мы и вышли с автобуса. И сейчас я направляюсь на трамвайную остановку. Город очень пустынный, хотя на самом деле сегодня вроде как рабочий день, хотя сегодня суббота, но сегодня какой-то праздник. Красный свет, но мы переходим дорогу, потому что дорога пустая, никого нигде нету. Вот это памятник свободы, называется Милда. В общем, везде висят флаги и сегодня какой-то праздник. Но если честно, я не знаю, что за праздник, и поэтому у нас сделали выходной. То есть сегодня, наоборот, рабочий день. Зато у нас будут выходные в воскресенье, понедельник и вторник. В честь 1 мая, насколько я поняла. Вот поэтому, несмотря что сегодня рабочий день, вот Милда. Всё равно народу очень мало. Вот какая здесь красота. Парк. Буквально за несколько дней уже тут всё позеленело. Поэтому вот так всё стало красиво. На самом деле, очень тепло. Вообще, очень приятно идти. Я думала, что я уже после работы вообще не смогу ничего сделать. Но на самом деле, когда я вышла на улицу, сразу появились силы. Вот у нас это называется Бастайкаун. По-русски Бастёная горка. Здесь очень красиво летом. Можно полежать на этих парках. Вот. Это как бы самый центр города. Вот эти часы мы сейчас проходим. На них написано Лайма. А это место встречи всех влюблённых. Вот. Видите? Пол седьмого утра. Это место встречи всех влюблённых. Всегда, когда кто-нибудь назначает свидание, это такое самое банальное место встреч около этих часов. Вот, смотрите. Компания людей около Макдака. Как это мне знакомо. Только что прошла полиция. Они на меня очень странно посмотрели. Потому что когда девочка идёт с камерой и сама себя снимает, это выглядит, конечно, немножко странно. Поэтому я могу их понять. Да. Вот. Вот. Вот оперный театр. И вот сейчас показывает Turkish Airlines, что у нас 15 градусов. И на самом деле это очень круто, потому что это наверняка может быть третий или пятый тёплый день за последнее время. То есть я вообще одета очень легко, если здесь будет видно. У меня совсем такая лёгкая замшевая куртка под низом. О, это мой трамвай идёт. Мне нужно на него срочно успеть. Сейчас нам придётся бежать. А то я нифига никуда не успею. Извините за трясущуюся камеру. Но это мой трамвай, который который должен меня забрать домой. Ааа, я что вам нужно? Вот он. Да, да. Всё. Не успела. Я успела, я молодец. Вот он пустой практически. Никого нету. Вот так вот. Я слишком рано ещё. Ух. 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 Поехали домой. Ой. Вот, шёлнышко там встаёт. Мы встречаем утро. А вот это кинотеатр, он называется Формист Лимас. И мы туда скоро пойдём. На Фильм The Avengers. Я очень хочу посмотреть этот фильм. Я надеюсь, что мы попадём на премьеру. Это будет очень круто. Город вообще очень пустой. Утром. Поэтому мне очень удивительно, что сегодня рабочий день. Если я, конечно, ничего не напуталась. Потому что может быть что я напутала. А смотрим. Вот здесь на кусочек старый риги. Вот это высокое. Это башня Святого Петра. Что-нибудь удивительно. Немножечко старый риги. Вы тоже можете увидеть. Вот. И мы сейчас направляемся домой. Вот так вот выглядит вагон. Трамвайный. В котором еду я. И ещё только отнашил там. Здравствуйте. Вот такое вот у нас. Вот такое вот у нас утро. Ну так как все обычно едут в центр, а я еду наоборот из центра. То это нормально. Домой у нас тогда же есть. На шарваре. Такое же то, что просто город все куда-то надевают. А пусть чел. На самом деле мы уже приезжаем домой. Вот. Вот. Но я не знаю, как я попаду в квартиру, потому что я забыла ключи. Ууууууу. Та-дам. Та-дам. Всё. Мы приехали. Доброе утро. Домик. Мы приехали, но на самом деле я очень переживаю, как я попаду домой, потому что я забыла ключи и телефон мобильный, поэтому мне, наверное, придется ждать, пока кто-нибудь выйдет, спустится и впустит меня внутрь, потому что иначе... Или мне придется стоять и кричать под окном, но мне не очень хочется это делать, поэтому, скорее всего, придется просто ждать, пока меня кто-нибудь запустит, как бедный родственник. Но одна моя надежда на то, что если сегодня, как они сказали, рабочий день, то на работу и на учебу собирается много народа. Но все-таки я надеюсь, что кто-нибудь меня запустит. Вот. Вот так вот. Сюда никак не попасть, потому что здесь нужна такая специальная штучка, которая висит у меня на брелке, которую я забыла дома. Тридцать одна квартира. И получается, что... Вот женщина побежала на работу, но она, к сожалению, из соседнего подъезда. Вот я жду, чтобы кто-нибудь так же побежал из моего подъезда и оказал мне очень большую услугу, но пока что-то никто не бежит. Смотрите, сейчас вот кто-то появится. Вот, видите? Вот это вот называется люди спешат на работу. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, люди спешат на работу. А вот из нашего подъезда почему-то никто никуда не спешит. Такой он козлый сейчас. Ладно, ждем еще немножко. Ну, вернее, не немножко, а пока меня не запустят. Другого, прям, в нем это просто. Какие вам дела? О, блин! Ни один человек еще не вышел, на самом деле, из подъезда. Вот я уже тут стою. 15 минут. 7 часов утра. Рабочий день. Рабочая суббота. Ни один человек еще не вышел из подъезда. И мне, честно говоря, уже вообще грустно. И холодно. Если честно, мне уже начинает казаться, что наш подъезд это просто самый отвратительный подъезд, который только может быть. Потому что я уже здесь стою. У меня даже, у меня вот даже нету мобильника, чтобы посмотреть, сколько времени. То есть, ну, примерно я уже, наверное, стою здесь минут 15-17. И ни один человек не вышел еще из него. 7 часов утра. Рабочий день. Никому не надо в школу. Никому не надо на работу. Никому вообще никуда не надо. На базар. Я не знаю. Я просто вообще не знаю, как сказать. У нас в подъезде живут какие-то вообще лентяи. Блин, у меня уже состояние просто пограничная злость, усталость и все это в перемешку. И я уже хочу плакать, потому что у меня уже замерзли руки. И я уже сама задрогалась, несмотря на то, что 15 градусов. Стоять на одном месте как-то прохладно в ожидании чуда, что тебя кто-нибудь запустит в свой родной дом. Вот хочется задать вопрос, дофига я так спешила на этот трамвай? Если мне сейчас все равно невозможно попасть ко мне домой. Вот просто такой вот вопрос сам по себе просится. Я уже на самом деле отошла от подъезда. Вот сейчас я чувствую, вот я сейчас зайду за угол и кто-нибудь оттуда видит. Просто я уже настолько хотела кушать, что я подумала, может быть, я могу зайти по ковлареку что-то купить. Но, по-моему, отсюда никто не выходил. Да, я попала. Я попала. Ночью какой-то мне не отпустил. Боже, слава богу.